4 часа утра. Первый раз, когда на лоджию вышла, вообще дым огромный стоял. Смотрите, видите? Видите, вот возле нас, господи, как рванет, я думала, где-то возле нас, совсем-совсем рядом. Господи, Лиза подскочила, я подскочила, сердце выскакивает, тахикардия жуткая. И прям возле, видите? Видите, вот над домом, который рядом. Это же оно одно прилетело, не дай бог, сейчас второе что-то прилетит. Короче, начали по шостке пулять уже. И это ракета. Смотри, дым идет, видишь, еще, вот впереди. Мои хорошие, я всех вас приветствую на канале Алла Мельник. Ой, боже мой, что вам сказать? Короче, мы такой шок получили. Все в 4 часа утра. Ну, где-то, может быть, без пяти. Да, Лиза? 4.39. Разве 4.39? Это сейчас. 4.39 сейчас. Так, это сейчас взрыв. А, ну, где-то минут 20. Нет, полчаса. В 4 часа я посмотрела на телефон. Смотрите, вот идем ближе к очагу. Почему? Потому что там дом тетушки. Мы ей позвонили. Она слово вымолвить не может. У нее тахикардия. Дышать не может. Рванула полностью возле нее дома. В общем-то, и мы проснулись все от бешеного взрыва. Сейчас, кстати, полпятого. Люди повыходили все. Ой, не знаю, что оно дальше будет. Дым идет. Идея гарантия, что не шибануть сейчас вторую ракету. Но идем к бабушке. Короче, очень много людей. Снимаю дорожку только лишь. Дома у нас окна перекосило, не закрываются. В общем, ребята, проснулись от бешеного взрыва. Я думала, рвануло наш дом. И я слышала, как летят стекла. Это что-то такое? Это вообще, когда ты спишь, как раз в 4 часа утра. И когда вот этот страшный взрыв. Вот. Элиза подскочила ко мне. И бежала в комнату. Хух, не могу успокоиться. А тахикардия колбасит, и все. Бля, что делать? Ребенка привезла. Думала, тут спокойнее будет. На тебе, пожалуйста, спокойнее. И вот сейчас идем. Нет гарантии, что опять вторую не шибанут. Ракету. Ой. Ужас. Короче. Вот. Вот уже дом рядом. Уже сетки валяются. Вот люди, видите, с сетками стоят. Людей много. А вон окна повыбивало. А это окна повыбивало. А тут уже да. Вот это уже выбито, да? Первый этаж уже выбито, да? Да. Господи, надо же пойти. Да. Капец. Вот сейчас я буду ближе подходить. И тут уже будет более видно. Так оно уже не должно упасть на голову. Хотя еще, может быть, если где-то слабо не выпало все окно. Вон у людей. Смотрите. Все окна повыбирало. Видите, что творится. Ой-ой-ой. А у нас перекосило. Короче, там были полицейские, ничего не могла снимать. Видите, вот над домом горит. Вот тетушкин дом. У нее там, говорит, и окна повыбивало, и все на свете. Вот бабушкин дом. Вот тетушкин подъезд. Вот это же ее подъезд, да? Господи, у меня уже крыша поехала. Сейчас пойдем до тетушки. Ну, сейчас обойду дом. Вот третий этаж. Вон машет тетушкой. Видишь, он... Сколько людей. Капец. Окна валяются. Одни сплошные стекла. Пойдем, бабушкин, посмотрим. Вот это тетушкин дом. Видите? Видите? Вот. Здравствуйте. Посмотрите. Ну, это типа они стреляют по мирным домам. И очаг. Видите, горит. Вот. Вот горит взрыв. И вот тетушкин дом. Смотрите. Смотрите. Видите, окна повыпадали. У людей. Смотрите, что творится. Видите? И на верхних этажах. Увага. Витби и повитренные тревоги. Витби и повитренные тревоги. Витби и повитренные тревоги. Вот тебе, Витби и повитренные тревоги уже. О. Обратно сирена. Слышите? Может, обратно летит. Бляха. Муха. Надо текать. Смотрите, окна повыбиваты. Короче, обратно воздушная тревога. Еще раз хочу сказать, что 5 часов утра, и люди разбегаются. Слушайте, тревога. Полиция гоняет людей. Не могу снимать. Сейчас меня повяжут. И там тоже валяются стекла. Ужас. Боже, а что там творится? Это у кого? Смотрите. Угнящий свет. Это Сережа по столу. А так бы я бы тут спала, а мне бы привалило. Привалило бы. Двери все, они же волной разлетелы, привалило бы ты бы тут. Тетушка спала не здесь. А в другом месте. Я думала, у нас это дождом бьют. Я подскочила, мне до сих пор тахикардия не проходит. Смотрите. Ой, господи, голова кругом. А вон она не подъемная дверь. Смотрите. Вот. А я Мельнику говорю, пошли. Он говорит, ну позвонишь, если надо, я сейчас подойду. Смотрите. Видите, дверь выбила, вынесла волной. И сетка шкаф была. Сетки все на улицах. Сетки у людей на улице валяются. Ну вот, смотрите. Видите? С окон из тетушкиных все видно. Смотрите. Вот. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, эти сволочи. Подонки. Боже мой, будьте вы прокляты тварь, вонючие. Вчера, вроде бы, в Глухове что-то бомбанули. Сегодня, пожалуйста. Весь район, весь район из-за вот этих взрывов. По-видимому, два было, да? Потому что два. Вот. Вот один, наверное, объект. Вот, наверное, два взрыва было. Две ракеты. Видите, окон нет. Вот, смотрите, окон вообще нет. Вот так вот. Вот. Ой. Вот как-то так. Вообще ничего не хочу говорить. Просто молчу и все. А что скажешь? Вот что нам делать с ребенком? Куда лететь? В Киев, наверное, придется уезжать или я не знаю. Тетушка говорит, сетка выпала. Ой. Где-то валяется там, на улице. Это подоконник отпал. Надо открыть. Открыть. Видите, вот стекла торчат. Я, наверное, сейчас Сашу сюда пришлю. Чтобы все это дело пособирал. А где же сетка наша? А он? Он валяются сетки. Просто очень опасно сейчас под дом. Прям вот рядом подходить. На голову может что-нибудь упасть. В общем, в доме все окна полетали у людей. Тетушкина сетка одна, вторая валяется. Но не пойду сейчас забирать. Потому что на голову еще как упадет что-нибудь. Вон. Лен, видите, люди стекла выбрасывают уже. Очень опасно идти сейчас. Вообще возле нее капец. Вообще вот стою. Ну, расстояние, ну сколько, ну 200 метров. Боже мой, что делать? Как жить дальше? Закрыто. А эту я открываю. Вот эту открываешь? Нет, ту я от балкона. Может, оно бы не так вынесло. Подожди, а ты ее не открытое оставила, да? Да, была закрыта цюю ночь. А, в нашем же доме у людей тоже повыбивало. Но у нас перекосило окна. У нас не открываются, не закрываются. Все, я не могу ни открыть, ни закрыть. Вот. Боже мой, тетушка, если бы ты тут лежала. Так это пришел мужчина и поставил двери. Она же лежала дверь. Сережа. Да? Сосед, парень молодой. Видите, видно, вот на покрывале следы, что лежала. Вот-вот. На это упала, если бы она тут спала. А она не подъемная. А я даже не знала, что она такая тяжелая. Да, они тяжелые, эти двери. Я же не знала даже. Очень тяжелые. Когда я открываю, это непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты хотела? Вот двери были открыты. Тут целые, да. Тут целые. Но у людей же напротив повыбивало, так? Потом у 15-м повыбивало. Мы же шли с Лизой и все это дело видели. И в 15-м повыбивало. Да. Знаешь, у меня это может считать, что может закоулок. Получается, квартира. Теотошка, у тебя не закоулок. У тебя вообще, блин, получается то, что у тебя, ты вообще 200 метров от взрыва. Закоулок у тебя. Куда же еще закоулки в этой лей? Нет, там и 200 нет. Даже 200 нет. Метров 150, наверное. 100. Да не, не 100, больше. 200 метров максимум. 150. Вот, ну смотрите, вот. Вот. Вот дом, дорога. Вот. И взрыв. Дорогу перейти, вот и вот. Взрыв какой бешеный. Не больше 100. Пол шостки вздрогнула. Депутатская вся звонят мне. Ну что это такое? А тетушка вот в окно. Вот окно и вот, пожалуйста. Я не знаю, как счет эта целая осталась. Может, не знаю. Он разворотило у людей немного. Видите, повело. Эти бакет. И обшивку эту. Горит. Вот это вот так вот. На третьем этаже вообще пластиковая рама внизу лежит. Вылетела. Вылетела, да? Ну, короче, я пришла за тетушкиными решетками. Что я вам хочу сказать? Они поломаты. Ну, поломались. Люди выбрасывают эти стекла. Слышите? Вот. Видите? Все без стекла стоит. Где же моя Лиза делась? Куда она пошла с девочками разговаривать по телефону? Ой. Ой-ой-ой-ой. Короче, сейчас половина шестого утра. И куда они в следующий раз кинут? Фиг его знают. Неизвестно. Абсолютно неизвестно. Видите? Окон нет. Ну, а там уже все. Ни дыма нифига нету. Передымило уже. Сейчас 6 часов утра. Или полшестого. Не помню. Особо так и не поняла, сколько. Где-то часов 9, наверное, нужно будет ехать в магазин. Не ехать в магазин. А пришлю, короче, мельника своего. Пускай меряет у тетушки эти стекла. И будем заказывать стекло ставить. Да нужно аж еще и двери поставить как-то. Не нашла Лизу? Не нашла Лизу? Спасибо. 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 Продолжение следует...